Профессионалы уверены, к холоду надо готовиться, а к серьёзному холоду готовиться серьёзно. Вот и наша съёмочная группа отправилась утепляться. Журналисты о холоде знают многое. Мы обязаны освещать события, несмотря на погоду. И иногда на улице проводим по несколько часов, даже если за окном минус 30. Так что и одеваться нужно соответствующе. Вот сегодня штаны мне уже выдали, а остальное помогут профессионалы. Владислав, что дальше? Виталий, дальше у нас будет первый слой. Флисовый, я правильно понимаю? Да, флис. Он очень хорошо сохраняет тепло. При этом даже если намокает, он также, как говорили прежде, сохраняет свои функции. Поверх флисовки Владислав, специалист по гражданской безопасности, натягивает на меня тонкий пуховик. Уверяет, одеваться нужно как капуста. Чем больше слоёв, тем меньше шансов замёрзнуть. При этом всё на пару размеров больше, чтобы создать воздушную подушку, которая будет хранить тепло. Последний гостион защиты – ветровка, а в карман – особое приспособление. Термохимическая грелка. Приводится она в действие путём открытия пакета. Давайте откроем. Давайте открываем. Так, и как это работает? Состав наполняется воздухом и начинает нагреваться в течение 20 минут. Такие же тёплые стельки отправляются и в ботинки. Новые технологии должны спасти в холода. Впрочем, наши предки и без химии.